Добрый день! Здорово были! Доброго дня, Игнат Тихонович! Да, ну чё там у тебя? Нормально всё? Ну как нормально? Все разъехали, занятий не было. Ну да, занятия забыл, что занятия-то, почти никого нету. А все уехали? Ну ладно тогда, Володя сейчас уходит тоже, отправляю его. Я хотел с вами тут как бы пояснительную беседу, разговор. Ну пожалуйста, у нас все записывается, выставляется в интернет, ты не против? И у нас тоже самое происходит, как мы с вами совпали. Конечно. Молодец, давай. Ну ты сам знаешь, когда это говорил ты, я ни одного слова не вставил, нигде, никак. Игнат Тихонович, а вы поняли о чем речь? Да неужели не понял-то, я все понял, но только с батюшкой так не надо разговаривать. Прекратите, уже все переговорено, больше не надо патриархию трогать. Все до конца мы досказали, ролики на эту тему отсветил, как там воюют, я все объяснил, так меня готовы сожрать сейчас в интернете. Нет, я к тому, это, с чего все началось-то, чтобы... То, что они говорят, кто там погибнет, где там, про что они говорят-то, и канонизирует фактически-то, что грехи прощаются, это... Игнат Тихонович, вы не поняли тогда, в чем дело? Я так и понял, что вы не поняли. В сугубой Иктенье, сейчас, батюшка, в конце, последняя Иктенья сугубая, большая, значит, эта Иктенья, молимся там, дай Господи, там, это, Господи помилуй, и так далее. И он большую-большую молитву говорит о сегодняшнем состоянии России. А кто составил молитву-то? Ну, это новая молитва Московской Патриархии. И там так говорится вначале, о войнах молимся, дай Господи, чтобы это, в разумлении им там, и так далее. Но это неплохо. А потом, в конце, и Господи, всем, кто погиб на поле сражений, даруй, Господи, прощение грехов и Царство Твое Небесное. Так я так и понял, что ты говоришь не понял-то, я это и понял. Да это он прямо сейчас, батюшка, молился этой молитвой. Но я, ты-то говорил про это, я тебя-то понял, а то, что там в алтаре, я не слышал. Так я вам теперь поясняю, я понял, что вы не поняли. А никто, видать, не понимает, что вы не поняли, я-то понял, что вы не поняли. И поэтому я вам говорю, что этой молитвой молился батюшка. Я не стал там уже, вы говорите, я там что-то батюшке, я не стал батюшке говорить, что эта молитва практически то же самое, что за власти и воинство. За власти он давно молится, я же ничего не говорю. Батюшка молится за власти уже очень давно. Я вообще слова не сказал. Ну да, это как написано, молитесь за царей, начальствующих, Павел Иоанн. Да, да, но они-то молятся за власти, а потом за воинство сразу в московской патриархии. Но опять же подставить слова воинства, чтобы вы обратились и никого не убивали, там добавьте слова. Да, никто не добавляет ничего. Об этом батюшка так не молится. Но в новой молитве, они ее много расширили, вы ее обязательно спросите, эту новую молитву, потому что там и о России что-то сказано, и о гонимых там людях. Потому что я первый раз ее слышал. Она длинная, это их тенья. Это новая составленная их тенья. Я папюшку попросил пояснить. Брат, ничего не изменится от этого. Молятся, я к нему туда в алтарь не полезу. Я что в алтаре делаю, если я никогда не касаюсь. Ну и молился, и молился. Все. Не надо больше трогать его. Он молился, он молился, и ничего не меняется от этого. Они друг друга уже стреляют. Сами своих. Ага. Сколько уже. В общем, вот так вот. И поэтому я поясните, как это, ну, это же то же самое, что раньше молились в 14-м году при царе батюшке, тоже всех отпевать. Я говорю, может, как-то надо. Ну и дальше там все поняли уже. Надо убрать тогда из молитвы, попросить его. С какого момента, поговорить так отдельно, потихоньку. Чтобы убрал эти слова. Никто же его не заставляет, и принуждать его никто не может. Значит, он согласен с этой молитвой. Ну да, он и сказал, он мне и сказал, а ты что, знаешь, убили они кого-то или нет, эти погибшие? Я говорю, а вы знаете, что убили? Ну, я не к нему обращаюсь, а к тем, кто составил. Мне-то понятно. Ну ладно, все, вопрос понятный. Он, если будет здесь, надо поговорить. Покажи молитву эту, которую. А то мы будем говорить о меня, не зная к чему. Да, это первая молитва. Ну, надо как-то людей знакомить. Он, конечно, никто никого. Ну, как, в общем, не только в московской. Ну, больше не трогать это, пускай. Мы не касаемся этого. В алтарь я никогда не заходил. Нужно что сказать. Я в книгах все высказал. Должно на русском языке. И десятина отдана Богу, а остальное на проповедь. Ну, как вы в алтарь не заходили? Ну, я понял, что вы не заходили. И я туда не захожу. Я что, туда захожу, что ли? Я просто попросил пояснить это, и все. Я же не сказал, уберите это. Это там уже дальше он начал мне говорить на меня, что я злой, что я очень злой. Брат, если бы ты только сказал это, и больше ни слова, тогда бы этого не было. А ты все время вставляешь, это уже не годится никуда. Священник говорит, а ты прям перебиваешь его. Это не надо делать. Сказал, с тебя ответственность снята. Кровь на голове будет того, кого ты обречал. Три восемнадцати языки или говорит. Один раз, и больше никак. Наклони головы, и никогда не перечь, не перебивай. Я же сидел, молчал. А тут мы с тобой совершенно согласны, как решать участь, он в раю будет или нет. Так, слушали выступление патриарха, он сказал, которые люди погибают, им двери вроде рая открыты. Вот к этому, да, типа такого. Это никуда не годится. Откуда он знает-то? Ну, вот тут, когда мы уходили уже, я говорю, батюшка, я вообще слово московской патриархии это не употребляю. Игнат Тимович больше меня употребляет в книгах этих, потому что тогда она была. Я говорю, ну просто, а он говорит, а о чем ты говоришь? Я говорю, мы говорим о священниках, которые не исполняют каноны, которые не крестят троекратно, мы о них говорим. Он говорит, ну вот знай, я в московской патриархии, понял? Я в московской патриархии. И меня, говорит, сейчас возьмет митрополит и поставит в Покровский собор. И я вынужден буду пойти там служить, а вас, мол, ну, бросить. Это по пьянке, может сказать, после глубокого похмелья, будуна. Как это так? И он никакой власти не имеет над ним. Это вот он ездит каждый год и к хомут себе проталкивает дальше. Это абсолютно никуда не годится. Нам Бог дал невиду на свободу. Я говорю, батюшка, поздравляю вас с предательством. Вот так. Ничего не мало. А что я еще могу сказать? Ничего нету тут такого. Ну только он архиерей. Архиерей-то знает, и поэтому нигде ни слова не говорит, что над нами владычествует. Не говорит. Мы друзья, он приезжает когда. Я не знал, что... Сейчас надо... Избрали... Избрали... Сейчас Ян был и Сергей. Сейчас, да. Он при всех нас сказал, я в московской патриархии. Он прямо так, я в московской патриархии. Ну это он душой, душой там, душой. С нами он не будет это делать. Не надо ему. Зачем это надо? И он так еще продолжил. То, что говорит, я тут вам не молюсь, я за патриарха всегда молюсь и за Сергея молюсь. И мы молимся каждый день. Мы молимся каждый день. Он говорит, я то, что молюсь в храме, это я для вас только молюсь. А так я везде поминаю патриархию. Мы каждый день молимся за Франциска, за Вениамина, Венедикта, который у католиков. Я каждый день молюсь. Ну еще из этого... Вот. И он говорит так. Ну там, я, говорит, бывает там иногда что-то там, ну это, соглашусь с чем-то как бы официально. А на самом деле, говорит, я сам делаю то, что мне надо. Вот так вот все. Ну ладно, все, больше никогда эта тема не касается. Никак не подходи. Даже спросят, рот закрой ладони и все. Не надо, уже все переговорено. Зачем нам терять друг друга? У нас свобода, которую дал Господь. И никто нас в патриархию не затолкает. А мы должны поминать у них первый иерархим, которая основная осталась там за рубежом. Николая мы избрали. Батюшка говорит, даже вроде знает. Все, его поминаем. А до этого промежутки в этом был Марк. Марк немецкий. Митрополит тоже. Ну вот и все. Ну а другие 16, что там, поминать нельзя этих епископов, если знаешь? Пожалуйста. Мы, я тебе говорю, мы поминаем вот этого, он назвал, который пасечник Тихон. Да. Агафангел. Я каждый день за них молюсь. Каждый день вслух молюсь. Каждый день. Кого он поминает, я их всех поминал. Антоний, который орлов был, у которого я в Лос-Анджелесе жил. Я его поминаю. Даже не знаю, живой он или нет. Игнать Игнатьич, ну в общем, я хочу доложить вам, как своему духовному наставнику. Да. Не буду вас отцом называть, я знаю, вам не нравится, но наставник тоже высоко это очень. И хочу сказать, что у меня никому никакой злости нету. Хорошо, я это знаю. Я знаю, что ты... Если я вдруг громко говорю, я только говорю для того, чтобы мои слова четко отпечатали, чтобы меня потом за них могли судить. Никак. Все. Я прошу, эту тему закроем. Все, больше не возвращаемся к ней. Никак. Что они там говорят? Здесь, я сказал батюшке, ты можешь поминать патриарха, если всех патриархов подряд. Просто мы поминаем. А не то, что наш господин великий, он никогда не был и не будет. Ну, понятно, я понял. Для него это все не так. Мы с вами в этом вопросе, брат дорогой, мы полностью одинаково понимаем. Я не против патриарха. Я ежедневно его имя поминаю на молитве. И как приезжают на крещение, они это слышат. И дело в следующем. Тут Николай, когда вот начал там говорить священников и так далее, там просто были такие темы, что когда мы читали Слово Божье, ваши комментарии были, и они были именно о священстве. Вот и все. И когда мы комментируем, когда вы комментируете, мы это читаем вместе с толкованием блаженного ферфилакта. Вот в чем дело. И потом у нас идут рассуждения только, какие-то примеры братья показывают, и все. Больше-то ничего нету. Все, 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 закроем, закроем. У меня уже неохота слушать. Так, Володя сейчас, подожди, я гляну. Володя в дверях стоит. Я его отпускаю, Володя. Помаши, Володя, рукой брату Игорю. Вон он. Ну все, я его пошел провожать. До свидания. Отошел. С Богом.